Моя мама говорит, что после всеобщего воскресения и страшного суда нераскаявшиеся грешники умрут второй смертью, то есть совсем умрут, навсегда ищут с душой и телом, их не будет после нигде. Это учение православной церкви или всё-таки все люди будут жить вечно, которые грешник будет пребывать в аду? Ну, конечно, правильный ответ – это последнее ваше утверждение. Мы в бытие приводимся, велением Божьим, Господь нас в бытие приводит, наше сознание, но мы не умрем никогда своим сознанием. Умрут наши тела, и после всеобщего воскресения тела воскреснут все, но только те грешники, это те правильники, которые пребывали в раю, в Царстве Небесном, они соединены с телами, и их блаженство будет усугублено. То есть они станут ещё больше блаженства уже с телами. Ну, а грешник будет наоборот. То есть они с телами тоже будут страдать. Страдать. Вот Христос – Бог-человек. Он сейчас своим телом, как человек, душа человеческая, своим телом пребывает одесной Бога. Ну, мы не знаем, что это такое, но это какое-то вот такое особое состояние, чрезвычайная природа Христа. Вот оно пребывает вместе с Богом. Ну, а Христос – это вот то, куда мы должны идти. Конечно, той полнотурности когда-нибудь, естественно. Мы не богоподобные, но только подобие Божье, если так его стяжаем. Но по природе своей мы не боги. Но тем не менее, вот мы туда должны идти, поэтому мы должны быть с телом. С телом и правильники, но и с телом и грешники. Единственное, что в этот момент надо понимать, что те люди, которые попадут в ад, у них уже добра не будет. Это люди, которые выбрали зло. И вряд ли мы захотим пребывать в раю с теми людьми, которые любят мучить детей, так сказать, издеваться над близкими своими и получать там наслаждение. Ну, вот как раз вот их... Что произойдет? Вот разделение, как вот Христос и говорил, овец от козлищ. Такой образ. То есть, вот грешники будут собраны в одно место, правильники в другое. Каждый будет со своим, что он выбрал. То есть, в принципе, это не то, что Бог будет наказывать грешников, что вот вы такие плохие, я буду сейчас наказывать, мучить. Нет, они будут мучить своими грехами. Вот они выбрали этот грех. Что ты выбрал, с тем ты и будешь. И понятно, естественно, по своей, так сказать, сущности. Человек, который выбрал добро, он будет в добре. Им будет от этого хорошо. А человек, который выбрал зло, он будет во зле. Им от этого будет, естественно, плохо. Но это он выбрал. Это был его окончательный выбор. Почему так происходит, трудно сказать. Вроде абстрактно надо, чтобы все люди выбрали добро. Но некоторые люди почему-то выбирают зло. Это тайна. Наверное, рационально это трудно, ответьте. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...